Дорогие друзья, приветствую вас на центральной площади города Бенишова. Сегодня 27 ноября. Сегодня по всей Чехии будут зажигать огни на всех ёлках страны. И в Праге, и в Бенишове, и во всех городах, и во всех населённых пунктах. Сегодня первая адвентная неделя, это воскресенье, то есть до Рождества остаётся 4 недели. И начинается прекрасный период, который называется Адвент. Самый прекрасный период в целом году. Так что давайте посмотрим, что здесь происходит. Адвент. 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 Ну, конечно, сначала у нас начинается всё с торжнички, с базарчика. Обязательно продаются вкусняшки какие-то, продаётся пиво, продаётся сважак. Различные украшения, ещё кто не успел купить. Люди собираются с детьми, со своими любимыми животными на праздник. Это праздник детей, праздник детства. Обязательно чехи с любовью относятся также к своим животным. Берут своих любимых, самых любимых, вот милых, как они называют, маслечки и омелачки. Своего маслечка вот Паня взяла в колясочке, наверное, старенький пёсик, ножки болят. Вот так они любят животных. И, конечно, в продаже вот для всех, кто не успел купить различные свечи, вот эти вот фигурки все с изображением ангелов. И вот кто не успел, вот венок адвентный купить. Цена адвентного венка варьируется примерно плюс-минус 400 корун. И вот также можно такие купить фигурки в виде ёлочки, в виде каких-то животных. Это всё свечи. Но, правда, после того, как вы их купили, их жалко зажигать, такую свечу. Так же в продаже различные и украшения здесь есть, и такие брелочки интересные. Ну, всё, что вашей душеньке угодно. Вот, конечно, это религиозный праздник. Вот, обязательно Бетлем. Бетлем – это обязательно. Ежишек в центре, то есть Иисусик. Мария – мама, отец. Это обязательно. Всё начинается с Бетлема в Чехии, со Средневековья. Ёлка уж была потом выдуманная немцами. Ну, она, конечно, сегодня у нас тут героиня в центре внимания. Пока ещё она стоит такая тёмненькая. Вот, люди ждут начало мероприятия. На улице температура примерно плюс 5 градусов. И люди ждут начало концерта. Хоть праздник начался в 16 часов вечера, но он продолжался дальше. И вот послушайте, пожалуйста, отрывочек чешской песенки. Как звучит чешская песня на чешском языке? Наверное, это нашим людям будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и, конечно, кульминационный момент приближается. Люди ждут. Дети напряжены, дети устали. Многие уже подзамёрзли, потому что всё-таки это уже было, по-моему, 5 часов. Больше часа даже времени прошло от начала этого мероприятия. Но вот неожиданное начало. На стене костёла начинается представление. Вот туда направлены прожекторы. Вот визуальные такие идут картинки. Дети ждали ёлочку, а получили, значит, костёл. И там рассказывается о истории Бенишёва. Кто основатель Бенишёва? В каком это было веке? Такая интересная история. Как строились костёлы? Как они потом сгорали во время войн? Вот, рассказывает, значит, автор. Но, конечно, речь сливается, тяжело понять. Вот, да, вот этот вот костёл, который возведённый, символ Бенишёва. Но он, конечно, пострадал во времена Средневековья. Я не знаю точно, от чего врать вам здесь не буду. Вот, видите, огонь показывают. Конечно, это всё сопровождается... Вот замок Конопище, когда возводился, рассказывают. Потом рассказывают о том, как его купил Франтишек Фердинанд. Но это я, конечно, здесь подрезаю видео, потому что это очень долго. Это было, как вам... Вот символ золотая звезда на голубом фоне. Кстати, при въезде в Бенишёв на автобусе или на автомобиле вы увидите эту отметку на планшете. И вот, конечно, не забывают, что здесь была страна социалистического лагеря. Вот, и Чехия, как отделилась от Словакии, тоже здесь рассказывают. Но только я не знаю, в какой это был период. Врать не буду. И вот, наконец-то, наконец-то, вот кульминация, кульминационный момент наступил. Прожектором обводят весь центр Бенишёвской площади. И вот, посмотрите, как это выглядело. Здравствуйте! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...